Всем привет! С вами Нильфгорн, это игра BC, и сегодня я буду обозрев... Нет, нет, уже всё, уже загоняюсь. Нет, я сегодня не буду обозревать, я просто покажу то, что я скопировал, я нашёл в интернете две, точнее, одну постройку, и мне очень это понравилось, потому что я это очень давно хотел видеть, это шагающее что-то. Конечно, вы видели большого такого, я уверен, большого такого робота из Звёздных Войн, который шагает. Это круто, это эпично. Такое повторить, наверное, совершенно невозможно. Да, можно, наверное, найти сохранение. Ребята, я этим не люблю заниматься, я люблю копировать, либо копировать, либо самому строить, потому что мне интересно именно, как это работает, а не просто скопировать и показать. Ну, в данном случае. И что же сегодня? Сегодня будет такой же шагающее, но в маленьком масштабе. Мне просто было интересно, как это сделано. И, ну, наверное, если бы я посидел несколько часов, попробовал все варианты, возможно, у меня получилось. Но, сразу говорю, создал не я, не претендую на идею, просто показываю. Назвал я его шагун. Вот такое вот устройство. И он... Идёт. Да, он идёт, идёт, идёт. И вот тут с этим не поспоришь. Он идёт, именно идёт. Шесть ног у него. То есть, три с каждой стороны. И это реально круто. Это очень круто сделано. В том плане, что сама идея даже вот создания этого устройства, она была очень такая, ну... Я бы, наверное, я не знаю, я бы, наверное, не догадался. Мне именно было интересно повторить. Я повторил, оно работает. Есть свои минусы, есть свои плюсы. Об этом я тоже расскажу. Поменял музыку и поехали. Во-первых, в чём суть его? То есть, давайте... А! Да, ладно, пускай. Я его закрыл, ну, чтобы он как-то был более грозный, выглядел, что ли, устроенный. Здесь ничего нет, здесь стоят два винта, два пропеллера. А это для чего? Для того, чтобы он хотя бы чуть-чуть, но поворачивал. Потому что поворачивать у него есть вот только такой вариант, что... Когда мы, допустим, включаем одни винты и начинаем идти... Начинаем идти, идти. То с маленькой, с маленькой, с маленькой скоростью мы всё-таки поворачиваем. То есть, сейчас задние вот два винта крутятся. То есть, они попу этого устройства поворачивают вправо. Ну, и то есть, понятно, перед идёт влево, логично. То есть, если я верхние, ну, передние два... Оп-оп-оп, пережал ноги. То есть, если я передние два винта включаю, то он начинает поворачивать, ну, передок поворачивает направо. Ну, и, собственно говоря, весь аппарат начинает потихонечку поворачивать направо. Просто скорость не очень большая. Откуда я это слямбил, грубо говоря, да? То есть, идея... Там ещё были варианты поворота. Это... То есть, ставилось... Ставилось... Две пистоны. То есть, посередине здесь ставилось, к примеру, давайте поставим... Ну, не знаю, давайте... Колесо поставим. Получится пистон. Да, вот тут. Вот. Ставилось... Ставилось несколько пистон. Попробуем сейчас. Это вообще поднимет. Ну, даже, видите, уже он настолько тяжёлый, что не поднимает. Ну, там была такая идея, что поднимает... Вот эти два пистона поднимают всю конструкцию, и мы колесом влево или вправо поворачиваем всю конструкцию, потом опускаемся и шагаем дальше. Вот в этом суть. Но это в данном случае не сработает, потому что это тяжёлая конструкция уже. И... В чём плюсы? Плюсы только в том, что она входит. И это интересно. Минусов очень много, потому что использовать его как-то в каком-то практичном моменте. То есть, да, вот сейчас я могу установить здесь катапульту, к примеру. Ну, пару пушек там. Чего ещё могу там? То есть, с каждым разом, чем мы утяжеляем конструкцию, тем вот эти пружины, из которых он, собственно говоря, и ходит, они проседают, и в какой-то момент он просто не может поднять всю конструкцию. То есть, от чего он ходит? Так. Пережал опять. То есть, когда мы нажимаем вперёд, три ноги приподнимаются, три ноги шагают. Потом идёт толчок, как бы, и всё, и мы начинаем движение. Но вот если пережимать пружины, ну, то есть, пережимать рычаги, то ноги загибаются, и обратно уже вернуться никак. Понимаете, очень много есть таких вот недоделок, что ли. Не то, что недоделок, это именно неправильный функционал именно всех приборов, потому что не под это уже было сделано все эти рычаги. Как это сделано? Всё очень просто. Стоят два рычага и пистон. Вообще, в идеале, это была вот такая простая конструкция, без всяких вот этих вот всяческих дополнительных устройств. То есть, вот такая вот конструкция. Это уже всё остальное я наворотил, попытался как-то приукрасить, сделать поинтереснее. Если мы нажимаем на кнопки, то смотрим. Все up, down, то есть, вверх-вниз у меня в данном случае, то есть, жмётся клавиш по очереди. То есть, мы когда жмём, допустим, вперёд, отпускаем, назад, отпускаем вперёд, отпускаем назад, отпускаем вперёд, отпускаем назад. То есть, и вот так вот чередуем клавиши, и тем самым он шагает. Ну, вот я опять пережал кнопки, и опять ноги загнулись, и всё, обратно не вернуть. Возможно, как-то можно, я об этом не задумался. Так вот, и конструкция. Давайте вот это я тоже уберу, чтобы она не мешала. Чередуется крест-накрест. То есть, если вообще в идеале, то лучше всего показать это вот так вот. Если вот вообще вот так вот всё убрать, 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 убрать. И ещё раз. Так, что-то лишнее убрал, да? Оп. Вот Вот на такой конструкции То есть сейчас 4 ноги крест на крест То есть смотрите Во-первых Два рычага вот эти Вот этот ближайший ко мне тогда возьмем У них Ну вот в данном случае наверх Поворот у обоих Вот у этого и у этого Как видите вовнутрь себя Поворот И то есть когда я жму вперед Ап Видите что происходит Они как бы раздвигаются То есть если по каждой линии Вот эта линия получается она раздвигается Когда я жму ап Эта линия раздвигается когда я жму даун То есть обратно Оп То есть это когда я даун жму Это сжалось Те-то разжалось Теперь я буду жать ап Ну то есть вперед как бы Это сожмется это разожмется И тем самым То есть ну понятно что здесь сейчас Перевес идет Болтает всю конструкцию Понятно что тут и щиты стоят Ладно давайте уберем чтобы Чтобы Все было поправильно Вот в принципе конструкция теперь Так Ну и то болтает потому что щиты мешаются Ну в общем видите Чем больше вот Изначально такая предоставлялась конструкция То есть если на нее что-то нагромождать Она в любом случае перевешивает В любом случае какой-то угол Выпадает И смотрите как раз таки Когда Я жму ап Да Вот Так же крест на крест Пистоны Ну от той клавиши Которая первая так сказать Здесь то есть вот Пистоны ап тоже Назначена клавиша Вот Здесь Даун И то есть когда мы жмем ап Вся конструкция приподнимается И опускается Так при этом Раздвижение и сдвижение Рычагов произошло Так же и обратно Если мы делаем Можно даже дожать немножечко Оп оп И Так То есть понятно И мы чем быстрее чередуем Ну тем быстрее ходим Но если совсем уж быстро торопиться То Конструкция начинает Сбиваться То есть ноги начинают сбиваться То есть надо Ни в коем случае Вместе клавиши не жать Вот у меня уже одна Задняя нога просела Видно Выпрямление к сожалению Невозможно Потому что Настройки у этих рычагов Очень маленькие И нельзя как-то Обратного хода сделать Или что-то в этом роде Или как-то То есть заднего хода Грубо говоря Ладно Давайте еще раз загрузим В принципе Я обязательно Сохранение вот этого Вот этого устройства Оставлю То есть захотите Сможете его как-то Модернизировать Перестраивать В принципе максимум Это что можно Это именно Так Именно Ну тут Какую-то катапульту Поставить И то На ходу Не получится Ей двигаться Честно Не знаю Как она Как вот этот транспорт Себя ведет При При Залезании в горку Потому что Я так и не смог Развернуться Я попытался Сделать так Чтобы Как бы это Объяснить Тяжелые Тяжелые ноги были Чтобы Болтанки Сильной не было И вот у меня Получилось что-то В этом роде Я сейчас найду Сохранение Тяжесть я назвал Вот То есть я установил Такие вот ноги Тут тоже есть Проблема своя Вот То есть Просто голая платформа Да И ноги В чем суть Здесь Как бы Механизм себя ведет Намного круче Он Меньше болтается Он устойчивый Я очень долго На нем шел То есть Здесь Очень шикарно Но Также вот этот момент Веса Здесь очень важен То есть Можно конечно Также здесь Настроить На Ну как бы На этот прибор Всяческого Интересного Но вот Поворот Я так и не придумал Как сделать Быстрый Резкий поворот Чтобы допустим На месте Как-то развернуться Можно к примеру Какие-то рычаги Поставить Которые бы Приподнимали Всю конструкцию То есть Две какие-нибудь Руки Которые будут Так вот Раскладываться Опускаться вниз К примеру Приподнимать Всю конструкцию На колеса Разворачиваться Но тогда Зачем Нужны ноги Да Вот как-то Так вот Я пережал А Все Пришли Ну вот как-то Так А Кстати я Сделал ошибку Вот я сейчас Только допер Что я вот так же Могу конструкцию Развернуть И попытаться Забраться наверх Но я думаю Ничего не получится Потому что Ноги-то все-таки Неподвижные Ну посмотрим Сейчас как она Себя Себя поведет Если не торопиться Потихонечку Потихонечку Нет Конечно же Она Просто Скользят Ноги То есть Не залезает Либо ноги Слишком тяжелые И Конструкции Не может Забраться Ну вот Вот это мне больше Понравилось Честно говоря По Устойчивости По крайней мере На дороге То есть Он более устойчивый Меньше Вот если даже Посмотреть На верхнюю платформу Она Болкается Намного меньше Плюс Вот в таком вот Диаметре Ну В таком При такой постройке Ноги Меньше сбиваются Потому что Сбиваются Почему они? Когда маленький квадратик Как бы достигает Пола И мы жмем уже Другую кнопку Он не успевает Зацепиться за что-то И просто сжимается Быстро То есть Ну как Не натяжение А запряга Именно нету И он проскальзывает И быстро Рычаг срабатывает И он быстрее Сжимается Чем Ну Это должно быть Плюс В чем Еще Как бы В чем еще Плюс Вот таких ног То что Если даже Рычаг сжался То Вот Задняя нога Вот эта Вот Она поможет Рожаться Обратно Она не даст Ой Че-то оторвалось Че-то оторвалось Задняя нога Не позволит Слишком сильно Рожаться Ничего Смотрите Ребро Можно сказать Оторвалось Но он Идет Нормально В общем Вот так Вот такое устройство Вот этот момент Ну вот Вот это вот С ногами Вот с такими ногами Мне больше конечно понравилось Не знаю уж вам решать Интересно Это все было Интересно Но мне лично Очень понравилось То есть Суть Интересна Здесь Вот здесь Можно уже Что-то придумать Более такое Масштабное И Все-таки Можно Как-нибудь На какие-нибудь Рычаги Наверное Приподнять Субплатформу Развернуть То есть Вполне можно Но Тоже наверное Есть какой-то Предел Потому что Если здесь Еще наворотить Всяческий Ну как Там Как минимум Катапульту Две Даже Три Можно впихнуть Да даже И четыре Да и пять Можно впихнуть Дополнительные Снаряды Пушки Еще какие-то Какие-нибудь Устройства То это Все Тяжелое Станет И довольно-таки Эту платформу Развернуть На месте Будет Еще сложнее Но В принципе В принципе Может быть И Возможно У меня Кстати Появилась Мысль Очень Интересная Мысль Как это Можно Сделать Но Это уже Возможно Либо Я покажу Отдельно И доработаю Отдельно Подписывайтесь На канал Ставьте лайки Если вам понравилось Комментируйте Присоединяйтесь К моей группе Вконтакте С вами был Нильфгорн Всем всего Хорошего Сохранение Двух Вот этих Конструкций Я оставлю Под видео Можете качать И пробовать Свои Как бы Варианты Всем всего Хорошего Пока